здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут писаренко евгений преподаватель колледжа новых технологий хотел бы с вами поделиться опытом по применению программы bandicam для создания видео уроков данная программа относится к программу для захвата видео с экрана то есть понимаете да что по сути дела когда мы пользуемся интерактивной доской мы студентам показываем наш компьютер затем только вводим презентации и так далее вот это по сути дела тоже самое для того чтобы найти на компьютер заходим в поисковик и нажимаем просто в поиске слова bandicam эта программа достаточно удобная она позволяет бесплатной версии записывать 10 минут вот мы отслеживаем время при записи скачиваем эту программу и соответственно вот здесь вот скачать после установки мы имеем вот такое вот окошко здесь первую очередь необходимо включить микрофон чтобы происходила запись мышка курсор что появился и вот этот программу здесь можем включить либо выключить вот это вот окошко его можно отключить чтобы не было но очень удобно на начало урока и вы включая чтобы студенты понимали что они ваш именно видео урок отслеживать и так затем после того как мы произвели настройки готовим презентацию презентации готовятся я готовлю презентации сначала закидываю туда различные картинки их делаю для них анимацию то есть наши картинки которые с помощью вкладки анимации можно будет расставить по порядку то есть какая-то будет выходить следующую картинку анимацию формулу текста все расставляем по порядку здесь вот можно очередность используя вот эти вот кнопочки изменять какая-то вперед назад переключить в результате можно получить соответствующие видеоролик имея различные скажем так видеоэффекты для того чтобы удобно было управлять особенно в частности работая в презентации сначала следует открыть полностью презентацию на весь экран кнопкой f5 а затем нажимаем кнопку f12 напомню что это за кнопки вот данном случае мы здесь имеем кнопку f12 на клавиатуре данная клавиатуру вот при нажатии данной кнопки у нас начинается запись также если еще раз нажать запись остановится если предварительно нажать кнопку shift и удерживая еще раз нажать кнопку f12 мы включим паузу в этот момент времени можно время паузы переключиться например на на видео для то есть открыть скажем так какое-либо видео на этом на канале youtube и его включить в режиме записи из наложить на этом при этом свою свою речь свое объяснение в результате мы получим одним дублем сначала объяснение темы на самом ну в нашей лекции и затем пояснение какого-то видеоролика как это происходит например поясняем какой-то режим работы при этом необходимо сначала включить полный экран запустить сейчас мне немножко не грузится ну надеюсь вы поняли включаем полный экран запускаем запускаем видео затем повторяем shift и соответственно начинается запись и на нее мы говорим да на случай этот наш боевой робот семнадцатом году занял первое место и так и так значит мы с вами вернулись опять на презентацию и смотрите после того как мы сделали презентацию мы ее запускаем начинаем запись накладываем свой свой голос после того как время например если вы не успеваете уложиться в 10 минут то есть такая возможность обрезать данная программа имеет функции такую программу bandicoot нажимаем на нее и соответственно она сначала будет откроется страничка скачается данная программа и соответственно ее можно будет применять для резки кстати сказал не сказал одну вещь то что видеоролик в принципе если кому-то очень долго и не хватает времени создавать в презентации можно применять даже скажем так используем какие-то видео ну скажем так учебники используя паузу мы можем начать урок например скота приветствия объяснение темы а затем во время объяснения темы можем остановить включить книжку и на основании учебника произвести объяснение темы вот например тема датчики тонации устройства мы открыли здесь пояснили на рисунке сделали пометки то есть вот здесь имеется возможность нажатия на карандашик у нас открывается такая панель и в ней можем сделать какие-то пометки то есть скажем дать студентам задание чтобы сделали конспект лекции данного участка то есть скриншот и переписали этот конспект после окончания мы пойдем нажать escape чтобы закрылось рисование либо можно ее закрыть с помощью крестика вот в этом углу так что еще хотел пояснить вам о функции резки то есть программа позволяет всего записывать 10 минут если этого не хватает можно сделать несколько кусочков дублей ну например начало вступления пояснение новой темы а закрепление материала наложить склеить для этого есть программа как я уже начал вам рассказывать bandicute вот она значит после того как вы ее скачаете она будет работать совместно с двумя программами мы можем сделать резку для того чтобы сделать резку мы ведь выбираем какой-нибудь видеоролик ну вот скажем например мой скажем так ролик который я записывал к сегодняшнему занятию это скажем так неудачная версия и попробуем ее обрезать для обрезки мы просто вот здесь вот ограничиваем время сколько времени нам необходимо обрезать и таким образом уменьшаем время самого ролика то есть мы обрезаем нужный кусочек который нам не ну скажем так необходим затем нажимаем на кнопку старт она вот здесь у нас находится вот старт и сама программа нам уже обрежет данный ролик на необходимо то есть мы сделаем здесь пометку дифференциал 2 чтобы он сохранился и запускаем режим записи он произойдет течение нескольких минут обрежет нужный кусочек а затем после того как это закончится как это закончится мы его открываем просматриваем вот он данном случае дифференциал 2 вот и тут мы его можем просмотреть убедиться что здесь сохранилась сохранился звук видео но данном случае звук идет так после того как мы обрезали мы пробуем соединить вот у нас кнопка соединить открываем файл данном случае это вот который мы попробовали дифференциал 1 12 вот этот вот теперь мы добавляем еще один файл ну скажем вот мы хотим добавить еще один кусочек теперь просматриваем просматриваем сам ролик и мы можем увидеть что вот по переход вот у нас пошел следующий кусочек ну конечно там есть такая вот вставочка это из-за того что версия бесплатная но по факту мы можем как бы за и запускаем старт в результате получается такая вот версия и так спасибо за внимание до свидания